Если тебе угрожают, обязательно поговори с кем-то об этом. Не держи все в себе. Иногда следует обратиться к классному руководителю. Постоянное запугивание и угрозы — это не шутки. На самом деле это серьезный вопрос. Именно поэтому я считаю, что в каждой школе ученический совет должен назначать так называемых «стражей порядка», которые будут отслеживать подобные случаи, а именно случаи издевательств и буллинга в школе. Одни только учителя не в силах остановить буллинг, но я твердо убежден, если 90% учеников согласятся, что травлем в школе не место, а примерно 7-15% будут присматривать за другими, и каждый осознает, что нужно лучше относиться друг к другу, ситуация улучшится. Самое главное — мы можем не знать, что кого-то в нашей школе унижают, над кем-то, возможно, издеваются дома, кто-то пережил сексуальное насилие, а кто-то даже подумывает о самоубийстве. Мы не знаем, кто является жертвой вне школы, но мы можем изменить их жизнь своим добрым отношениям, особенно если их вообще никто не поддерживает, а только еще больше унижает. Мы можем быть маленьким светом в кромешной тьме, став другом для того, кто в этом нуждается. И еще маленький совет. Не пытайся подружиться со всеми. Главное, не имей врагов и будь лучшим другом самому себе. Задумайся. Иногда все, что тебе нужно, это всего лишь несколько надежных друзей. Лично я тоже не дружил со всеми, но осознаю, каким сокровищем для меня были несколько настоящих друзей, которые любили меня таким, каким я был на тот момент. Но самое важное не быть врагом самому себе, а наоборот стать своим лучшим другом, подбадривать себя, отбрасывать весь негатив, который на тебя сваливает и двигаться вперед к позитиву.